Здравствуйте, я Виктория Лобанова и это рубрика «Вопросы юристу». Я открыл счет в зарубежном банке. Должен ли я что-то сообщать налоговой службе? Согласно статье 12 федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле, лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, в случае открытия либо закрытия счета в банке, либо изменения данных о себе обязаны в течение одного месяца с момента открытия либо закрытия счета предоставить информацию в налоговый орган по месту вашего учета. Местом учета считается место жительства гражданина, либо место пребывания. Предоставить такое уведомление возможно лично, по почте, по телекоммуникационным каналам связи, либо через представителя. Следует обратить внимание, что за нарушение сроков предоставления данной информации либо предоставление информации не по форме, лицу может грозить административный штраф от 1000 до 1500 рублей. В случае непредоставления данной информации вовсе, штраф увеличивается и составляет от 4 до 5000 рублей. Данная санкция предусмотрена статьей 15.25 Кодекса об административных правонарушениях. Все говорят о так называемой генеральной доверенности, которая позволяет другому человеку действовать от имени доверителя в любых учреждениях и организациях. Как правильно составить такую доверенность? Такая доверенность в народе называется генеральной, потому что содержит большой объем полномочий. К ней предъявляются такие же требования, как к обычной доверенности, это письменная форма, в ней должны быть прописаны полномочия представителя и реквизиты представляемого и представителя. Также в доверенности должна быть информация, дата ее совершения, место совершения, подпись у полномоченного лица, кто выдал доверенность и кто эту доверенность получил, если это нотариальная форма доверенности, а также печать, если она предусмотрена, установлена в законном порядке. Ко всему прочему, в доверенности вы можете указать срок действия этой доверенности, если вы это не укажете, она действительно в течение года, и право на передоверие или запрет на это. Объем полномочий обсуждается при конкретной ситуации и по конкретному делу.